Подобных автобусных маршрутов, попавших под новый федеральный закон, в Подмосковье более 20. Льготы были отменены на рейсах, соединяющих соседние области. Теперь маршруты находятся в ведении Федерального министерства транспорта. В Сергиопосадском районе автобусы 120 и 27 проезжают в Владимирской области, вновь оказываются на территории Московской, с конечными остановками, Жуклино и Красный факел. Возмущенные жители написали письма в правительство Московской области в администрацию Сергиопосадского района в адрес автоколонны 1791 и перевозчика МОЗ «Трансавто». На совете общественной палаты Елена Брюшинина зачитала ответ жителям, который пришел из администрации района. В настоящее время администрация Сергиопосадского муниципального района совместно с правительством Московской области прорабатывается вопрос о возможности сохранения льгот по вышеуказанному маршруту. Со своей стороны администрация тоже пытается сделать все возможное. Глава района Сергей Пахомов написал письмо вице-губернатору Московской области Эльдару Габдрахманову. Вышеуказанные маршруты являются единственным социальным автобусным сообщением с городом Сергиопосад, населенных пунктов Сергиопосадского муниципального работ района Жуклино, Малинники, Ботово, Бабошино, Слибнево, Слатино, Красный факел, Зеленый Дубраво, Дворики и Муханово. Маршруты 27 Сергиопосад-Красный факел и 120 Сергиопосад-Жуклино до 31, 12, 15 ежедневно пользовались порядка 700 льготных пассажиров. Общественная палата тоже решила написать письмо в правительство Московской области, однако перед тем, как составить подобное обращение, необходимо провести мониторинг. Нам надо знать точную цифру количества льготников, которые могут воспользоваться этим транспортом, которые транспортом пользуются постоянно, а не эпизодически, либо эпизодически. Какие льготы на федеральном уровне здесь могут быть применены к этим маршрутам? Не на местном, а на региональном, а на федеральном уровне. Там же есть льготники федеральные уровня. Есть льготники, но наверняка. То есть количество льготников, о какой сумме, идет речь. Потому что автоколона, областная, вот эта наша самая автоколона, имеет муниципальное имущество, имела, по крайней мере, долгое время, муниципальное имущество в виде определенных помещений в автовокзале, автовокзале, еще где-то. И надо смотреть на компенсацию. Вот, может быть, убрать, если это есть. То есть для того, чтобы обращаться, нужно четко понимать, что мы можем не просить, что мы можем предложить. Вот смотрите, ориентировочные суммы компенсации в год по маршруту 27 составляют 4 миллиона 680 тысяч рублей. А по маршруту 120 составляет 8 миллионов 928 миллионов 100 рублей. Значит, уже маритойно. Вы проведете? Да, конечно, конечно. А как же это работает? Это значит, надо 12 миллионов отдать из бюджета района. Это каждый год, это пешком будет. А пешком? Ну это же было у нас. И люди ездили. Общественники решили вынести этот вопрос на расширенное заседание общественной палаты и пригласить на него представителей администрации автоколонны для решения проблем жителей, которые сегодня пока не могут пользоваться общественным транспортом в полной мере. Ирина Самойлова, Алексей Галкин. День города. Продолжение следует...